Саш, сегодня солнышко? Сегодня хорошо. Наш мороз на утренце. Супер Стас, привет! Всем привет, надо набрать водички. Как тебе сегодня погодка? Сегодня холодно, но солнышко не слепит. Как ты себя чувствуешь? Отлично, самочувствие классное. Ем, пью, расту. Сейчас взвесимся, посмотрим сколько. Что еще для жизни надо? Ем, сплю, расту. Замечательно. Да, иди работай. Мясо, кому мясо? По заказу больше мяса. Меньше жира в массу. Больше мяса. Мясо крепких костей. Мясо по госту деды, карька новостей. Там, кстати, люди пишут, что ждут, на каком весе он встанет. Честно скажу, я вместе с людьми это жду. На каком весе он встанет? И на каких силовых остановится? Где-то 75, наверное, он встанет. А силовые? Силовые? Ну, практически они уже встали. Думаешь? Ну нет, присяд-то точно до сутки нормально найдет. До сутки дойдет нормально. До сутки все нормально, за месяц, за два. Конечно. За месяц-два, потом ноги сломаны, колени связки оторваны и больше в залп не приходят. Не знаю, сегодня у нас все, грудь? Грудь? Грудь. Так, сегодня грудь. Поехали? Поехали. А куда идем-то? Супер Стасик. Стасик, ну что ты, где-то? Пойдем взлесимся, обрадуем. Пойдем все. Пойдем. Пускай смотрят люди. Ну и что там у нас? Парабанное дро. 68,25. Немного. А сколько? Плюсом? Плюс кило 75. Надо было побольше воды, короче, попить и было бы нормально. Итак, у нас прибавочка, итогово 8 килограмм 250 грамм. За? За три недели. Стас, ты читал комментарии по поводу того, невозможно такое количество калорий есть? Читал, но речь пьяна, я думаю, с этим не согласится. И я тоже. При этом, при этом люди почему-то пишут, что 6000 калорий это нереально. Никто не говорил, что тебе надо сейчас это есть. Да, я не съедаю сейчас. Никто не говорит. Скажи, сколько сейчас у тебя получается калорий? 3700. 3700? В день. По-моему, калорийность нормальная. Конечно. Некоторые на 3700 начинают сушиться. Проблема с пищеварением, ЖКТ? Никаких вообще все работает, как часы. Калорийность хожу, как часы. Ем, как часы, в принципе, режим держу. Ты скоро и выглядеть будешь, как часы, блин. Таким же, с циферблатом. Ну что, Стас, сегодня у тебя грудь дельты. Да. Начинаем с разминки и потом у нас с тобой жим лежа. Жим, жим, жим. Да. Нормально ты говори. Да слышь, кто-то говорит мне, давай так, давай так. Я уже не знаю, как мне вести себя по-человечески. Говорят, что ты плохой актер, плохо играешь. Блин, я, да. Нет, нет оскаров у меня, ребят. И не будет. Я не как-то. Что, мы организуем какой-нибудь оскар? Стас. Да. Давай по-человечески. Ну, ну что? Нормально. Я думаю, 60. Конечно. Да какие 60. Давай иди, бери. Десяточки. Вообще, должно все быть рядом. И дневник сразу, и туалетная бумага, и вообще все. Мыло, веревка. Сань, давай раскроем секрет. Расскажем, на чем Стас. Давай. Все. Мы открываем завесу, ребят. Стас. Об этот момент надо было говорить. Ну, давай. Нет, нет. Все, не слышно ничего. Так, Стас, у нас главный вопрос. Рассказывать или нет? Все, все, мы уже сказали. Да, мы уже все сказали. Да, давай. Все сказали, я пошел с меня. Итак, на чем он? На велосипеде. Да. А на чем? 6 часов. Как великий и ужасный армфтон. Все хотят знать, на чем я. Ты видел, да, эту реклама? Да, да, да. Вообще прикольно. Там он так снялся. А на самом-то деле, его кровушка-то взяли и отобрали все титулы. Я не знаю, дисквалифицировали его или пожизненно, или на сколько-то лет. Ну, а ты смотрел фильм про него? Нет. Что за фильм? Называется «Допинг». Там рассказывается как раз его победой, как он там чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Все, все на чем. Ну, или почти все. Кроме Суперстаса, все на чем. Даже, даже Мишаня бюльон на чем-то. На Эль-Карнитине. А, ну это да. Ну, ты давай, не плачь. Соберись, ты лучше думать. Не фуя себе, уже 60, все нормально. Я сейчас выжму, нормально сделаю все. Да. Ты готов? Да. Это мне поможет. Работаем на 8 повторений. Сегодня постараемся дойти до максимума на 8 повторений. Ожидаемый максимум 80 килограмм. Давай. Чего ты смесил? Выжал. Мощнее, толкай. Мощнее. Оп, выжал. Вот. Мощнее прям вдавливаю. Давай, давай, давай. Оп. Хорош. Глубокий вдох. И пошел. Давай. Еще три. Оп. Все, давай, давай, давай. Еще. Оп. Еще один. И... Стас, ты ломаешь все планы. Да какие планы, блин? Я приседаю 90. Это хуже. Самое смешное... Представляешь такую картину? Ну, он весит 90 килограмм. 90 килограмм. Приседает 70. Какие 70? Я 90 уже приседаю. Мне еще накидывает, что ли? Я жмет 60. Ты такой когда-нибудь видел, нет? Ну, а что, бывает такое? Нет, давайте я наберу жировую массу. Стас. Да? Полтинничек? Полтинничек, да? Накидем, да? Это не вопрос, накидывай. Чего? Постарайся его помощнее, да, удавлять грудью? Не руками. Угу. Давай. Раз. Два. Давай. Соберись. Оп. Хорошо. Не ешь. Оп. Да. Стас, почему не кушаем? Да как-то не кушаем, я только и делал. Что кушаю? Ты съел 100 грамм овсянки и все? И три яйца. И гейнер выпил в 11. Три яйца, знаешь, три яйца. Что такое три яйца? Три яйца. Понимаешь, что это нормально? Для моего маленького желудка это нормально. Людям надо было предварительно, если бомжам больше дают, знаешь, по 4 яйца им дают. Каши столько же и 4 яйца. Да нет, утренний прием пищи, он вообще такой такой, я не могу там реально вмолодить, что-то вообще лютое. Потом как бы, блин, я сейчас съедаю 700 грамм риса в день. Что ты мне гонишь, что я мало ем? А когда ты успеваешь съесть еще 700 грамм? 4 приема пищи у меня. Еще будет 4 приема пищи, каждый по 175 примерно грамм риса. Глаза тролля говорят, что это практически нереально. Ну, тролль не верит, что я и 90 буду. Ребята, кто со мной? Ну что, 90? Все против меня. Стас, давай работаем. Конечно. Ты должен ночью просыпаться, генер, выпил, дальше идешь спать. Что можешь сказать? Слабоватенько жим, слабоватенько, батенька, собловато. Выжимы с гантелями под углом 30 градусов. 30. Кстати, Саня, что думаешь по поводу углов? По поводу углов могу сказать, это все по ощущениям. Индивидуально, так сказать. Вот, кстати, очень хороший пример. Читал книгу, там, ну, записки, там, когда молодой Арнольд тренировался, кореш его, Франко Коломбо. И вот, и у Коломбо, все знают, да, вверх груди такой мощный, мощный. Я спрашиваю, как ты качал вверх груди? Он говорит, а я сажусь в смен, ставлю угол, ну, большой, не 35, больше даже 45. И качает, говорит, Франко, ты че, у тебя же, ну, дельты качаются. Ребят, это же ваши дельты. И если они будут чуть-чуть больше, это, ну, никак вас не убудет. Так что вот он так качал, он говорит. Ну, не было угла, знаешь, как все пишут, 35-45 градусов. Ну, хотя, всегда больше ставил 45 градусов. А, допустим, яц качал в грудь, он никогда не делал горизонтально. Он всегда под скамейку подкладывал, чтобы было не горизонтально, чуть-чуть поднял. Все равно, чтобы нагрузка получала вверх, больше всегда получил. Все, опять же, индивидуально. Да, да, я согласен. Выписываешь? Угу. Ну, просто так. Стас, пошли на гантельки? Идем. Хотел добавить горя-то укола. Бежим прям. Ну, кстати, в этот, руку-то подразнил словом вроде. Или он просто раздавил тут. Ну, че, я думаю, 14-й, да, для начала? Или 16-й? 16-й. Давай 16-й, блядь. Давай, давай, давай. Все, лопатки свел. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не-не-не, давай еще раз. Давай. И кулаки поверни к себе. Вот так? Да, согни чуть еще. Плечи не поднимай. Плечи не поднимай. Небольшие пальцы спрячь. Че думаешь, что у него отстает? Тут сразу же пойдут комментарии. Задняя дельта отстает. И дно же. Брахиалис. Да, хорошо. Главное, чтобы мне написали, что у него синтол в руках. Блин, вот люди говорят про синтол, однако же они понятия не имеют о том, что это такое. Да, вот я с тобой согласен. Вот опять почитали диванные эксперты и решили, что они знают, что это такое. Даже, блин, обидно, что ролики выходят с названием синтол, и там показывают ужасных каких-то фриков, у которых даже далеко оно... О синтоле тут и речи может не идти, однако, если мышцы выглядят несуразно, то значит это синтол. Ну, все, ну, в общую массу все. Одно название, но котел говна, он общий, понимаешь? Саня, что-то борзеет немножко уже, смотри. Ну, немножко, да. Такой борзанулся. Такой подкачался чуть-чуть и уже, это, свои палки уже вставляет. А ты представляешь, что 90 будет? Когда он будет весить 90? Я говорю, эээ, ты с камерой, иди сюда. У него было два жимовых упражнения, ему мало. Я думаю, стоит ему дать еще одно базовое. Пускай поджимается на брусях. С широким хватом, да, на низ грудь? Да. Ну, не хват, а локти с стороны. С акцентом, да, с акцентом на грудь. Ты готов? Каз, сжим лежа, это основное упражнение. Я помню. Но ты его очень сильно не любишь, почему? Ну, просто не слаживается. Бывают упражнения, те, которые очень хочется делать, и ты их делаешь. Бывает, что нужно делать те упражнения, которые ты не любишь делать, и тебе очень не хочется. Так, большей частью ты упражнения делаешь те, которые ты хочешь, на те группы, которые хорошо развиваются. Да. Сколько бы ты ни сделал, тебе все упрет, наливает. Сделай еще два подхода. Да, еще один. А потом там надо... Ладно, не будем. Давай. Давай. Запрыгивай. Колени, когда ты подаешь вперед, то есть, колени, когда вперед подаешь, у тебя уже возможности нет, чтобы выровнять спину, ну, выгонуть, чтобы не третий, чтобы включить. Ноги вперед, обруглился и пошел. Правильно, дядя Игорь? Правильно. Ну, ничего, научишься в пахоте. Три года в пахоте. Тогда будет нормально. Саня, сколько ты уже тренируешься? Пятый год. Четыре года? Пятый пошел. Ну, уже четыре с половиной, давай так скажем. Ты доволен своими результатами? Нет. Хочется больше. Думаешь, ну, вот сейчас вот здесь подправить, вот выправить, здесь там добавить, вот тут все нормально, потом добавляешь что-то туда, смотришь, ну, блин, ну, надо вот там. Раньше лучше было. Да, да. Такой, ну, зачем Синтон начал делать, ну, раньше лучше было, когда нормально было, да? Человеческое. Человеческое мышцы, нет, ну, с детства мечтали бы, знаешь, вот хоть бы быть мутантом большим, знаешь, чтоб тебе сказать, кто ты, тварь? За 120 такие, знаешь, как показывает мотивация, знаешь, смотришь, еще такая музыка, это прям, потому что, по-моему, реально, какие-то мутанты. Они еще там делают, там, наверное, шесть тумана, такой, весь дымом уходит, мистер Олимпия. Ты бы хотел на сцену Олимпия выйти? Конечно. Такой вес огромный, 120 килограмм. Сухой. Конечно, хотел бы. Здоровый снаружи. Здоровый внутри. Ну, здоровый внутри, это вообще идеально было бы. Вообще класс. Но. 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 Но 250 тысяч долларов покроет. Вот во всяком упражнениях пока что у нас одна небольшая незадачка, что у нас работает больше трицепса и грудь, поэтому все упражнения на грудь у нас такие слабенькие. Необходимо делать упор именно на грудные, потому что вытаскиваем трицепсом, вытаскиваем, еще раз вытаскиваем не теми мышечными группами, которые нам нужны. Игорь, я считаю, что у меня не стоит, у другого. С маленькими гантельками, вот, чисто на чувство грудной мышцы. Вот это называется испыток информации в интернете. Пока все упражнения на грудные не сделай, не успокоюсь. Нет, все в порядке, проработали все пучки, нижние, средние, ключичные. И сейчас переходим на... На? Дельты? Да. Ты в мороке? Дельты? Ну давайте, опять. Ниже, 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 ниже. Ого. Что ты думаешь по поводу того, сколько надо сидеть на курсе? А цель? Набрать 90 килограмм. Сколько ему сидеть на курсе? Ну как ты думаешь? Я думаю, что ему, наверное, ведрами нужно жрать кариатин. Ведрами. Кариатин. Вот. Еще. Еще один. Оп. Давай, 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 давай. Ставь. Отлично. Идет сейчас диалог про приемы пищи. Ну, сколько осталось, если все. И вот зашел диалог, и я говорю, что вот у Джей Катлера было 12 приемов пищи в день. Вот. И непосредственно он уже сейчас не выступает, отошел от этого всего. Но он уже продолжает качаться и развивать свою линейку спортивного питания. Вот, и он едет в машине, у него берут интервью. Он такой, говорит, вы не представляете, я сейчас не ем по 12 раз, как мне хорошо. Он говорит, я захотел, с утра встал, не надо мне есть эту срамную кашу. Эти белки я взял, сожрал свинвич, выпил чашечку кофе, как человек, и поехал. Заехал, говорит, поехал через ресторан, смотрю, съел хороший гамбургер. С майонезом. Переходим к следующему упражнению. Махи. Гантели через сторону. Да. Давай пятерочки, вон, красные. Стасиан. Валез, да? Да. Давай в это зеркало. Вот, расслабься полностью. Все, руки все. Вот она, видишь, естественно, ты в естественном положении ее потом поднимаешь. Локоть выше. Не надо ничего никуда зажимать. Заслаби, опустил руку. Вот. Видишь, ты стоишь? Не своди сюда, лопатка не надо. Сводишь, ты нагрузку переносишь в трапеции. Трапеция забирается в часть ноги. Вот, он наоборот, на стенок. Вперед и пошел. Делаем. Поднимай. Вот, лучше. Туда, да? Опустил. И... Саш, ну что? Поднабрал, да, я чутка, парень? Ну, чуть-чуть есть, да. Парня это. Итак, ну что? Что? Тренировка почти что закончена. Почти что? Нужно ему немножечко дать пресса. Какой пресс-то? Подъемно пресса. Гидравлический. Да, гидравлический. Пойдем. Давай, сейчас поднимаешь ножки, выдыхаешь. Поехал. Выдох. Раньше, выдох. Во. Видишь, они сами подлетают, когда выдыхаешь раньше. Тренировка с Тасомом закончилась на сегодня. Наконец-то. Наконец-то она закончилась. Пора кушать уже. Что и вам рекомендую уже. Да, если вы, ребята, кушаете, то вам приятного аппетита. Всем приятного. Ну что, 8 килограмм с небольшим набранным. Как-то так. Санчу пожелать что-нибудь подписчикам. А я могу только пожелать им добра, удачи. Спасибо, ребята, что вы напишите комментарии с позитивом. Без матов и всякого такого большого криминального. А на мате стоят фильтры. А, да? Ну, блин, я-то думаю, ничего себе, все грамотно. Ну, ладно, хорошо. Но все равно спасибо вам большое, ребята, что вы поддерживаете. Поддерживаете не только его, поддерживаете Игоря и меня. Дай бог вам всем здоровья. Ребят, всем удачи. Будьте позитивнее. Верьте, главное, в себя. Ставьте лайки. И пишите свои комментарии. Всем пока. А я парень простой, с обычной мечтой. Хочу быть самым большим на свете качком. А кто хочет быть со мной, я не могу. Ну, давай как-нибудь потом. Без понтовый, я парень спокойный. На постой поутру жую аминокислоты. И так, Стас. Да. Ну, что у нас тут? У нас тут гейнерок. Замешивание. Я опять скажу. Вот он. Пятый скотчерпак. Кавычный покор. Три. Ну, мы еще. Что бы? Четыре. Хорошо, еще креатинчико добавь. Креатинчико добавлю дома. Почему не взял? Вот, Саш, как так можно? Смотри. Режим не соблюдаем. С режим соблюдаем. Как-то я не соблюдаю. С режимом все отлично. Много сплю. Ты не мотивирован вообще никогда. Да, к смысле? К смысле? Ты должен вообще быть. У тебя с вечера уже должна собрана сумка стоять. Кроме еды. Открыл холодильник, в сумку поставил, где закрыл и пошел. А не то, что ты с утра проснулся и головой бьешься, в косяки, думаешь, что бы мне взять такую одежду, что у меня еда какая, где у меня шейкер, где у меня питание. Уже с вечера сумочка собрана. Я же правильно говорю? Да. Тогда ты не можешь не забывать ни креатин, ни кретин. Я, Саша, по-моему не научил. Ну, ты.